В мраморном зале второго здания Казанского федерального университета состоялось открытие фотовыставки лучших научных снимков 2022 года «Снимай науку». С приветственным словом выступил первый проректор, проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. Это все побуждает молодых исследователей, студентов, аспирантов идти в науку, чтобы, помимо того, чтобы открывать законы природы, любоваться той красотой, которая была создана матушкой природы. Среди снимков экспозиции посетители выставки увидели фотоработы, выполненные с применением специального оборудования, технологии макро- и микросъемки. В фотообъектив авторов попали работы ученых, интересные научные эксперименты и, конечно, красота природы. Фото морского льва во всей своей грации, млечного пути в Архызе, снимок процесса считывания данных автономной метеостанции у подножья ледника. «Это важно не только для обычных обывателей, но и для ученых. Современная наука стремится к тому, чтобы каждый процесс визуализировать. Вот раньше научная статья – это было просто график, точки и какие-то, может быть, картинки тено-белые. Сейчас современные статьи – немножко другой уровень, потому что нужно уметь схематично нарисовать то, о чем ты работаешь, либо хорошо заснять. Поэтому, наверное, если вот эта инсталляция в обновлении молодых ученых делает более такие презентабельные публикации, то это будет даже с точки зрения науки и ее обнародования». Конкурс проводится с 2017 года. В нем могут принять участие как профессионалы, так и любители. В этом году на фотоконкурс поступило 2500 работ. Участие приняли около 500 авторов. Выставка продлится до 2 декабря 2022 года с 8 до 5 вечера по адресу Кремлевская, 35. Это второе здание Казанского федерального университета. Вход на выставку бесплатный. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.